Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 мая и вчера у меня был очень счастливый день. Мне привезли машину новую моего чернозёма и машину новую перегноя. Вот здесь вот у меня 6,5 тонн земли. И я вчера прочитала комментарий Веры Печатновой, которая спрашивает, а что такое чернозём, что такое перегной, чем они отличаются? Я, конечно, улыбнулась, но я всё забываю, что люди, которые не покупают землю, не занимаются этим, они иногда даже и не различают действительно чернозём, перегной, перегной, чернозём. Я сейчас постараюсь не захлебнуться от счастья, что у меня приехала свежая земля, и расскажу всё подробно сначала о земле, то есть о чернозёме, потом о перегное, подойду к куче перегноя. Они совершенно разные, потому что чернозём – это именно земля, вот натуральная, простая земля, с полей, с диких. А перегной – это, ну, если просто выражаясь, ну, вот это какашки. Это, если культурно, отходы животноводства, то есть какают коровы, подстилка, солома, всё это, говёшки, всё собирается в кучу, и в течение нескольких лет лежит, перегнивает, потом они нам привозят. Навоз – это когда свежая, а перегной – когда несколько лет. Ну и вот. Начнём про чернозём. Вы смотрите, у меня кошка преследует везде, куда не пойду, она за мной. Подслушивает. Вот эта земля – это верхний плодородный слой нашей земли, нашей планеты. И чем он ценен? Он ценен тем, что на протяжении годами, короче, десятилетиями, веками, тысячелетиями складывается вот эта земля плодородная под влиянием нашего климата, там всяких этих микроорганизмов живых, конечно, там и черви всякие, вот эти вот, которые маленькие, которых мы вообще не видим. Именно в этом слое, вот в чёрной, в этой земле, самый высокий процент плодородия. У нас есть же в России вообще чернозёмные зоны, где земля чёрная очень жирная. Но у нас, сибирский регион, у нас, конечно, не такая жирная, но вы видите, цвет всё равно отличается от нашего грунта, который у нас в огороде. У нас песчаная, а это именно земля. У нас, конечно, не такой процент плодородия, у нас нежирные чернозёмные зоны. Но всё равно, вот эта дерновая земля, именно полевая, это земля, где ещё не ступала нога огородника. Тут ни один овощ не выращивался. Она считается стерильной, потому что там никаких болезней предшествующих, вот как у нас есть, всегда рекомендуют, что не берите с огорода, там, возможно, осталась патогенная микрофлора, всё. Вот эта земля самая идеальная. И ещё она ценится, этот чернозём, тем, что там есть в содержании кальций. Есть кальций, который очень нужен. Вот у меня, я всегда говорю, что у меня никогда нет вершинки, вершинной болезни, которая возникает от недостатка в грунте кальция. Я применяю только золу и вот эту свежую землю. Как я её использую? Вот привезли мне 6,5 тонн земли. Конечно, чаще я стала её брать с тех пор, когда стала выращивать рассаду. Во-первых, в стаканчике всё это расходится, расползается, но всё-таки основная часть остаётся у меня в огороде, потому что ежегодно, каждый год я добавляю в свой огород вот этой земли. Ну, конечно, не я сама все эти 6 тонн буду таскать. В выходные там мужа, сына прошу, и не всё сразу, мне вот этого хватает на 2 года. Тут у меня сейчас для весенней посадки добавляю в каждую лунку, потом тоненьким слоем немножко стараемся добавлять в огород, потому что у нас один песок. У нас, если такой земли не добавишь, урожая никакого не жди. Или сидеть чисто на подкормках, на удобрениях. Но так как я подкормками сильно не увлекаюсь, я предпочитаю добавить вот этой земли натуральной, которая даст именно вот улучшить плодородие грунта естественным путём, улучшит мне. Сейчас весной при посадке в лунки. Так, потом осенью я сделаю с этого же грунт, буду составлять перегной, и потом для рассады, потом весной все рассадные ящички, всю эту рассаду, пикировка в стаканчике, всё это будет. И ещё весной на будущий год. Вот мне хватает такой машины на два сезона при очень активном использовании. Я очень много везде всё добавляю. Ну вот смотрите, у меня нынче кончалась земля. Видите, вот старая вот эта вот, осталось чуть-чуть уже, кучу всю. И у меня даже настроение понижалось, мне даже высаживать ничего не хочется, пока нет вот такого хорошего плодородного грунта. Я считаю, что если выращиваю, я вот высаживаю без такой земли, это мои труды на ветер. Ну, посадить в бедную песчаную почву и ждать, когда эта былинка будет качаться. Короче, всё. Смотрите, некоторые в прошлом году мне писали, ой, пишите, вам землю привозят, вам, наверное, отработку с теплиц привозят. Ну, я долго смеялась. Просто люди не представляют, что мы живём в таком городе, у нас нет теплиц производственных. У нас были теплицы, было тепличное хозяйство, оно закрылось ещё во время распада Советского Союза, так что у нас нет угрозы получить с теплиц землю. Там сейчас какие-то, одна какая-то организовалась одна теплица, но даже если она будет грунт менять, её на весь город не хватит. Я знаю, откуда привозят мне землю с деревни, и много лет уже один и тот же подставщик привозят. Вообще у нас это распространено, хотя это нельзя. Вот этот плодородный грунт с земли снимать нельзя. Но вы понимаете, мы живём в сибирском регионе. У нас вот от нашего города Бийска до краевого центра 150 километров. И между нами городов других нет. Там есть несколько деревень. Столько вот таких, я не скажу, что брошенных полей, но полей не засеянных никем, не обрабатываемых. Вот едешь вот такая, ну как, не то что пустыня, но поля, 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 поля пустые. Никаких фермерских хозяйств, там нет ничего. И от нашего города глубже в Алтай, до горно-алтайска, тоже около 100 километров, тоже нет ни одного города. Вот представляете, Разве нет места, где люди могут набрать эту землю? Конечно, набирают, конечно, продают. Они делают и хорошо нам, делают хорошо и себе. Хоть это и противозаконно, но государство, раз не заботится о садоводах, заботятся частные люди. И всё. Мы покупаем эту землю, рады, что нам её продают. Здрасте. Сейчас сосед пройдёт. Люди смотрят на меня, как на ненормальную. Стою и разговариваю с кучей земли. Но это только ради вас. И вот, короче, привезли мне эту землю и, используя вот такую вот чернозём, и потом сейчас ещё перейду на перегной, используя всё вот это, я себе освобождаю время, развязываю руки, то есть в течение лета мне уже меньше нужно будет делать подкормок, я буду знать, что они сидят в хорошей, жирной, стерильной, естественной земле, над которой работали вот все эти микроэлементы тысячелетиями. Я точно знаю, что там не ступала нога человека, никто её не обезжирил. Почему у нас иногда снижается урожайность в огороде? Из года в год высаживаем, выращиваем, выносим оттуда вёдрами урожай, земля истощается, и вот этого гумуса, который самое вкуснятина, растения всё высосали, ничего там нет. Добавьте им чего-нибудь. Я понимаю, что вот я отдала сейчас 3,5 тысячи, вчера в прошлом году стоило 3 тысячи, отдала 7 тысяч за машину земли, за машину перегноя. Зато у меня 2 года будет хорошее настроение, у меня толстые, здоровые растения будут. Я понимаю, что каждому человеку это не под силом, но когда я вот не выращивала ещё рассаду, мы покупали в склочину. Собирались 2-3 соседа, вот рядом живущие, покупали одну машину и пользовались несколько лет. Всё, до свидания. Вот это перегной, это классно, это чёрное золото наше. Не надо никаких удобрений, не надо никаких подкормок. Если посчитать, сколько можно сэкономить, не покупая все эти магазинные всякие приправы, удобрения, просто взяв один раз землю, возможно, это и не так дорого, 3 тысячи на 2 года. Всё.